Наркотическая зависимость, пищевая зависимость, игровая зависимость. Это хроническая, стойкая, злокачественная и, главное, прогрессирующая заболевание, если его не лечить. И как иногда приходят родственники и спрашивают, какая у вас гарантия, что после лечения он просит пить или играть. Гарантии никакой, гарантия только есть одна. Если лечиться не будем, он будет продолжать пить, играть, колоться и все такое прочее. А если лечиться, в большинстве случаев возможен успех. Но опять же, если лечиться правильно, программа подразумевает, во-первых, изменения со стороны родственников. То есть большинство наших мам, баб, жен, мужей, даже на работе, продолжают жалеть, уговаривать пациента, упрашивать. Тогда пациент получает, с одной стороны, грубо говоря, чистую постель, денежные удовольствия, продукты в холодильнике, отсутствие проблем, которые за него все решают родственники. А с другой стороны, просто разговоры, ну пожалуйста, не пей. Что он выберет? Конечно, он выберет левую руку, дипломная рука, чаша довольства. То есть этот первый шаг, изменение подхода со стороны родственников, он тоже обязательный. Это как бы уже вне программы. Это чтобы подтолкнуть пациента к изменениям, чтобы он сам пришел на лечение. Мы все идем на лечение только тогда, когда у человека что-либо болит. Болит в живот, я пошел к хирургу. Не болит, чем в духе хирурга. Болит в зубе, я пошел к стоматологу. То же так же и здесь. Пока у пациента ничего не болит, а болит у родственников, он лечиться толком не будет. Он может лишать, слушать, но ничего не делает. А процесс изменения уже начинается с первого шага. Это уже без принятия пациентам внутреннего своего бессилия. Пока он говорит, что он его сам проводит своей жизнью. Доктор, ну я понял, что я пить много нельзя. Я теперь буду пить поменьше. То естественно, я его жду обратно через месяц, а то и пораньше. Мы трошки психологические скепки затронули. Потом про рух уже расскажут, представник, руху. В чем поляга психологическая особенность этой программы? Так как она используется в реабилитационной работе, значит, по-перше, 12 лет, это алгоритм дий. Правда, она используется в очень многих программах для помощи людям с разными независимостями. И харчовая независимость, и любовная независимость, сексуальная независимость, независимость от игр. Потому что это очень разным. Я вкратце расскажу вам, чем полягают эти кроки. Потому что первый крок – это признание безсилля. Перед тем, что человек сама может с этим справиться. И действительно, как Сергей сказал, что любая независимая людина, она очень стойко держится в своей позиции, что она может контролировать этот процесс. То есть алкоголь может быть немного, наркомат тоже немного, наркотики в ней могут ставить одну ставку в месяц или в месяц. То есть первый крок очень важный, потому что это принятие, просто что человек програла. Он програла этот бой, но она может найти помощь. Это очень важно понять. Второй крок – это крок. Вот его иногда программа по сравнению с религией, что мы понимаем, что только в силах больше не будет. Что мы можем нам помочь. Вот тут, на самом деле, мается помощь. Где я найду помощь? То есть, скажем так, человек с большим воспитанием в эресосте, это все же таки его воспитание, больше силы, молодой, чем человек, которая только-только 2-3 дней не пьет. Третий крок – это то, что нужно делать действия с порадами, которые дают более засвеченные люди. Четвертый, пятый крок – это крок анализу по философии анонимных алкоголиков, по алгоритмам, что нужно еще разобраться с какими-то глубинными причинами вживания речевина или залежности. То есть, идет анализ своего характера. То есть, человек приходится анализировать все свои действия, как маніпулировали, как ворвали, как совершили насильство психологическое. Потому что это очень тяжелый крок, и его нужно пройти. Потому что в любом зависимости, человек изменится и духовно, и психологически. Шости, сьоми крок – это кроки про изменение характера. Пропонуете, если вы понимаете, что вы очень эгоистичный, гомонополитивный, если вы очень эгоистичны, то нужно с этим работать. Потому что это является одной из причин повернения до вживания. Далее, в 2008-2009 годах они говорят про то, что нужно было вернуть деньги, нужно все-таки все-таки эти наслитки, которые они сделают, то есть, гроши или не гроши вернуть, морально, людям как-то помогать, если причинили какие-то злочины. Ну, не злочины, я имею в виду психологическое насилие. Это родители, соседи, какого-то я. Далее, 10-й крок – это крок, где человеку пропонуется анализировать каждый день свою поведенку, потому что этот взрыв начинается не раптово, это ротируется, то есть, что человек изменится, поступает. 10-й крок – это помогает ей смотреть, где я стал больше злитись, больше людей, чтобы больше внимательствовать в чём-то. 11-й крок – это крок, кто, а люди верующие в программе, они верующие, они верующие, они верующие. То есть, пропонуется молитва, медитация, то есть, как-то, как-то, чтобы иметь свой духовный уровень. И 12-й крок, на котором, в принципе, и працювали первые две люди, которые начали РОГАЕ – это делиться своим доступом. То есть, это является на вас, когда человек приходит к такому-то, что он не сам, и говорит, что хочет жить другим жизням, давай, приедемься к нам, и это будет работать. Кто хочет, приедемься, и это работало. То есть, было всего две люди на всю Полтаву, это было сначала, и вот, благодаря 12-му кроку, благодаря такому-то, нахлевливости, что какого-то все начало развиваться и дороспать. Очень дякую. Не пристануя.